Денис, приветствую тебя! Привет всем! Наш традиционный совместный анализ того, что на финансовых рынках происходит с позиции техники и фундамента в рамках традиционной еженедельной встречи тебе, как и всегда, искренне благодарны, что смог на это время подключиться. Сейчас вдвойне интересно смотреть на рынки, которые так активно ходят на фоне насыщенного фундаментального фона вчерашнего дня, когда были опубликованы данные по инфляции в Штатах. У меня постоянно включен Bloomberg, и этот отчет в целом, не будем сейчас уходить, основной индекс, базовый, в целом отчет по инфляции оказал шоковое влияние на настроение участников рынка, потому что те показатели, которые мы видели, они очень сильно расходятся с экспертной оценкой, которую давали аналитики, прогнозирующие вообще явление такое, как рост инфляции потребительских цен на фоне всех компонентов, которые к этому приводили. Я даже не припомню, когда в последний раз настолько все были неправы. То есть я открыл экономический календарь, сейчас, друзья, скажу, чтобы вы понимали, о каких цифрах идет речь. Если оценивать годовую перспективу, буквально месяц назад, в годовом выражении, индекс потребительских цен в Штатах был на отметке 5-4%, сейчас 6,2%, то есть рост на 0,8%, практически на единицу. Я сегодня в своем брифинге рассказывал, что если мы вернемся в 2019 год, когда не было пандемии, и попробуем вот эту динамику, практически рост на 1%, спроектировать на ту динамику, которую ранее наблюдали по инфляции, то на вот этот рост в рамках 1% экономике требовалось 8-10 лет, а сейчас за 1 месяц. И цифры, которые мы видим, это основной ингредиент потребительских цен, который учитывает продовольственные товары и иннервные носители. Но даже базовая инфляция, которая облегчена, опять же, на вот эти компоненты, не учитывает их, тоже скакнула на 0,6%. Цифры страшные. Цифры, конечно же, указывают на то, что инфляция вполне возможно уже вошла в какую-то фазу, стадию, неконтролируемую регуляторами. И поскольку факторы, которые разгоняют инфляцию, это от отложенного потребительского спроса и до цен на энергоносители, не уходят с рынка, не ослабевают, а продолжают нагнетать общий фон и оказывают разгоняющее воздействие, есть все основания полагать, что этот рост продолжится до конца этого года в первом квартале. И сейчас цены потребительских цен уже на максимум за последние 30-31 год. Вчера мы видели резкое укрепление курса доллара. Так, пару слов давай покажу, где мы сразу с экрана. Которая локально продолжается в моменте, 95 пунктов. Я в течение длительного периода времени все-таки делал акцент на то, что доллар будет ослабеть, потому что довольствовался той позицией, которую ранее озвучивал ФРС, что ставки повышены не будут в ближайшее время. Но после вчерашнего отчета я уже начал реально сомневаться, а действительно ли у Федрезерва все под контролем. И действительно ли ФРС сохранит эту ожидательную позицию столько, сколько он обещал ранее. То есть до 2023 года, может быть еще дольше. Логично то, что доллар сейчас растет, потому что доллар отреагировал вот этой восходящей динамикой на повышение доходности американских трежерис. А рост доходности трежерис стал следствием того, что ФРС все-таки может тоже оказаться под прессингом вот этого феноменального роста инфляции и пересмотреть свое отношение относительно перспективы национальной денежно-кредитной политики. Поэтому, друзья, если вы интересуетесь, опять же, прежде всего как бы индексом доллара и на основании индекса доллара строите какие-то инвестидеи, я бы сейчас сказал, что из-за последнего отчета по инфляции, из-за того, что перспектива повышения процентной ставки может стать ближе. И еще, кстати, новостной фонд, связанный с компанией Evergrande китайский, то есть уже один из инвесторов, который не получил очередной транш платежей по облигациям, по обязательствам компании, инициировав процедуру банковства. Сейчас все это в рамках судебного разбирательства, но я думаю, что если это дело не замут в ближайшее время, если власти не подключатся, не успокоят инвекторов, то тогда в ближайшие недели на рынок пройдет официальная новость о том, что Evergrande – дефолт, а это потенциальный Lemon Brothers, как мы помним, с 2008 года. То есть это нужно иметь в виду, если вы торгуете на средний долгосрок, то есть такой риск, он может реализоваться. И, например, если вы покупаете там что-то из фондового рынка, особенно если речь идет об индексах, имейте в виду, что снижение S&P, NASDAQ и Dow Jones по факту негативного развития событий может в моменте превысить 5 и более процентов. Это для тех, кто охотится за экстра прибылью сейчас в американской фонде и верит в какие-то более немыслимые уровни. Так, ну сегодня я хотел бы обратить внимание на то, что происходит с европейской валютой. Долгое время держалась поддержка 1.15. Сейчас после пробоя этого уровня мы уже идем на следующий уровень поддержки, который находится ниже, вот там, ближе к уровню 1.14. Так, сейчас котировки 1.14.62. Я предлагаю спекулятивно на вот этом импульсном рывке, который показывает доллар, поставить на снижение курса евро еще дальше. С целями 1.14 и в пользу, опять же, этой идеи говорит не только динамика баксов, но еще и общее рыночное настроение. В моменте смотрю на индекс настроений Кайман, который указывает на то, что в рамках компания Маркетс, а это хорошая выборка, по евро-доллару очень ликвидный валютный актив, мы можем доверять эти статистики, почти 75% трейдеров сейчас европейскую валюту покупают. Делаем вывод о том, что логично, что рынок будет идти против толпы по так называемой классике трейдинга, выноса тех, кто рассчитывает на обратную динамику. Не думаю, что евро вот прямо сейчас уйдет совсем глубоко, там 1.12 и ниже. Это может произойти дальше, но это, опять же, обсуждение наше с тобой по следующим эфирам. Пока что есть шанс добить на том, что есть в моменте, до поддержки 1.14, это 60 пунктов, тем более, что есть еще плохие новости, снова связанные с эпидемиологическим фоном в Европе, где количество заболевших снова растет и сейчас на максимумах за последние 6-7 месяцев. Вот, к сожалению, вот эти охваленные компании по вакцинации не приносят таких результатов, которые хотят сбудут. Золото логично на фоне роста инфляции, как рейджовый инструмент против инфляции, выросло. Я рекомендовал ранее золото покупать там с целями 1835, там замокнулись на 1850. Эти уровни сейчас отлично отрабатываются, и золото останется вот в этом восходящем тренде и дальше, по крайней мере, какое-то время, потому что в отношении фондового рынка США сейчас страшно покупать его на максимумах. В отношении облигаций американских с ними даже глупо работать, потому что реальная доходность с учетом инфляции, отрицательная по ним, остается только либо криптовалютный рынок, который может накрыться медным тазом, если дело дойдет до краха Эвергранда, тем более, что есть информация о том, что Тезер, вот USDT, это как один из основных инструментов криптовалютного рынка, который позволяет инвесторам, трейдерам работать с альткоинами и биткоином, то есть переводить фиатные классические традиционные деньги через USDT в эту валюту. Есть информация, что у этого эмитента было очень много бумаг, о купленных именно компанией Эвергранда. То есть, друзья, вы должны понимать все эти негативные последствия. Остается только привычное классическое золото, которое может сохранить вот эту восходящую динамику, и я предлагаю уже сейчас замахиваться на 1900 долларов за тройскую унцию. Кому интересно, вполне реально даже брать сейчас текущих уровней, несмотря на высокие значения, либо дождаться коррекции в районе 1830-1835 и уже выкупать оттуда. Денис, слово тебе. Так, хорошо, показ рабочего стола сделал. Конечно, нагнал жути сегодня по поводу доллара и так далее. Хотя на самом деле, я в этом плане разделяю эту точку зрения, на этой неделе валюты наконец-то хоть более-менее начали двигаться, потому что долгое флетовое накопление уже порядком реально поднадоело, причем абсолютно по всем инструментам это было видно, но тем не менее отработалось весьма достойно. Значит, если говорить о евро, да, действительно, в Европе сейчас дела совсем нехорошо. Хотя на самом деле, когда у них за последние десятилетия дела были хорошо. Что-то я вообще такого даже и толком не припомню. И сейчас, да, по поводу евро у нас четко в нисходящем канале, причем даже и не в одном, то есть в таком глобальном коррекционном, очень крупном нисходящем, плюс диагональник так допиливают вниз. И в целом, я бы сказал, диапазон 1.1350-1.14 у нас выполняет роль очень классной поддержки. Плюс ко всему, здесь уже цена потихоньку заходит в зону перепроданности по недельным опционам. И уже очень-очень близко месячная зона поддержки будет зона путов по месячным опционам. То есть это как, ну, естественно, это не является чем-то сверхсильным, но как ориентир на то, что здесь уже начинается некая перепроданность и назрела необходимость такой более-менее значимой коррекции, это факт. Поэтому я лично считаю, что где-то вот в эту область там пока сложно стоять наверняка точно. Это может быть и 13.50, это может быть там и 13.70 или 80. В общем, есть у нас просто диапазон 13.50-1.14. И с этого диапазона я лично буду очень активно рассматривать возможности для покупок. Крупных объемов у нас здесь особо нет. Они все остались вверху. Вот момент проталкивания вниз, когда цена пробивалась сквозь предыдущее накопление. То есть здесь, да, были основные. Здесь нападение то, кому только вчера появился, и то на более младших таймах он не просматривается. В общем, я за тобой вниз. Затем уже будем смотреть на разворотку. По поводу золота, я даже не могу честно вспомнить, сколько раз мы с тобой на наших брифингах, когда касалась тема металла, сколько раз говорили о том, что как золото, так и серебро у нас исключительно восходящая тенденция. Причем эта картина очень круто просматривается и по опционам настроения, по золоту. Например, здесь перевес более чем в два раза в сторону уколов, то есть, соответственно, на дальнейший рост. Вчера уже частично были реализованы данные движения, но я не думаю, что это в финише, если честно. Потому что вот такая вот свеча у нас практически по золоту локальную делает кульминацию сейчас. Есть две зоны для покупок. То есть то, что я озвучил 1830, да, но в последнее время рынок очень любит распиливать диапазоны. Поэтому я здесь взял уточнение, больше сделано все-таки по профилю и плюс по самой-самой дальней части этой зоны. Поэтому 1812-1827, я считаю, это реально очень классный, сильный диапазон. Следующая цель там уже, как ты правильно сказал, в районе 1900. То есть вот этот уровень есть, конечно же, и левее, и повыше. Поэтому до конца года я лично ожидаю как минимум 1900, хотя тут осталось всего-то, всего ничего на самом деле. Буквально еще один импульс, как вчерашний, мы уже будем на этих вершинах. Поэтому я бы лично рекомендовал вот в этой ближайшей зоне рассматривать возможность для покупок, причем очень амбициозных покупок. В самом крайнем случае, если вдруг смогут как-то откорректироваться пониже, тогда вот в районе 1800, если быть более точным, 1785-1798, здесь обалденная тоже зона для покупок. И при этом еще и контрактный ДПОК тоже сюда попадает. Поэтому это очень сильно будет усиливать данную зону. В общем, от одной зоны в любом случае конечный результат абсолютно одинаковый, в плане будет реализован дальше рост. И то же самое касается и серебра. То есть по серебру та же картина. Здесь я, правда, зонку немножко подрезал. Она была у нас в оригинале вот в таком виде, то есть четко по ДПОКу. Контрактный ДПОК у нас сюда попадает. И прям точь-в-точь ее цена ударила, что, кстати, не так уж часто бывает. Но здесь такой сценарий произошел. И в дальнейшем реализовали рост. Единственное, только не настолько взрывной, конечно, как по золоту, но в целом, я думаю, ситуация будет приблизительно одинакова. В общем, здесь получается 26 по серебру. Это следующая цель. Вот ближайшая, как раз у меня, где тейк был 24.8, здесь цена я уже взяла. Поэтому если смогут здесь сделать коррекцию, то я бы рекомендовал снова покупать уже целью на 26. И до конца года там 28 вплоть до 30 могут взять. То есть по опционам, например, здесь очень явный перекос. Причем перекос получается 22 тысячи на путы, в общем, в три раза. Перекос на ожидание роста получается в три раза, что уже очень серьезно. И по поводу индекса доллара, раз уж затрагиваю сегодняшнюю тему, здесь ничего не менялось. Ожидал заход цены внутрь вот этого динамического сопротивления, построенного с помощью трендов, построенного с помощью канала, расширенного, причем, канала растущего. Поэтому здесь у меня никаких изменений где-то внутри, где, точнее сказать, очень сложно, потому что следующий уровень – это 95.70, но до него еще все-таки надо дорасти. И с него уже более-менее глубокое долгосрочное снижение. Поэтому твои опасения я послушал сегодня по поводу возможного поднятия ставки. Но, если честно, я очень сомневаюсь, что штаты пойдут на этот шаг. Да и плюс ко всему с учетом еще и дополнительного транша, который на 1,7 триллиона уже согласовали, сейчас будут его раскидывать приблизительно, где, в какой сектор, сколько будут направляться. Поэтому я думаю, что это, опять-таки, с точки зрения инфляции будет крайне негативно сказываться на долларе. А сейчас это последние потуги, которые есть у нас в плане добоя. Поэтому здесь я все-таки за добой выше и потом на разворот. Спасибо, Денис, за точку зрения, за комментарии. Ну что, остается только следить за тем, как рынок себя покажет, как проявят покупатели и продавцы. Мы будем держать вас в курсе, как и всегда, поскольку увидимся каждую неделю и каждую неделю оптализируем, в принципе, ожидания, новостной фон и технические нюансы, которые есть. Денис, хорошего у тебя закрытия недели, как и всегда. Спасибо. Классных выходов. Спасибо, Тём, взаимно. То же самое и всем, кто нас смотрит, то же самое. Прибыль, отлично, закрытие недели. Не забываем ставить под видео лайки. Точно, пока. Пока-пока.